Майк Тайсон Майк Тайсон Майк Тайсон Майк Тайсон Я и Гас всегда говорили обо всем, о состязаниях. Потом мы выходили на улицу и говорили о девушках. Это было, как говорить со старшим братом, как с отцом. После двух лет знакомства старый профессор официально усыновил восходящую звезду. Их судьба началась. Он всегда объяснял мне, что я должен ставить себе задачу. Эй, ты великий чемпион. Даже тогда, когда я был еще очень мал, я верю в тебя, Майк. И во мне развелась эта уверенность, что это судьба, что бы ни случилось. И он говорил время от времени, что чувствует себя плохо и что думает о том времени, когда его уже не будет. И тогда он мне говорил, неважно, работа должна продолжаться. Под руководством великого учителя Майк Тайсон готовился полностью изменить свою судьбу. И одновременно весь мир бокса. Твоя цель здесь, и держи перед собой одну цель. И когда он подходит, локоть ниже, ты видишь это, и бац, сюда, бац, с другой стороны. Когда тебя достает удар, бац. То, что ты должен сделать, поднять голову, не опускать глаза. Когда тебя бьют, когда ты должен быть абсолютно спокоен. Ты должен быть на чеку, ты должен все воспринимать, и ты не должен бить. Когда ты умеешь делать это, ты настоящий боксер. И как боксер, Тайсон вошел в категорию любителей. И немедленно заявил о себе. После блестящей карьеры любителя, Тайсон впервые вышел на профессиональный ринг. Это была новая игра для 18-летнего парня. У него были противники гораздо сильнее и взрослее его. Но он уже был хорошо тренирован к этому моменту и хорошо выучил свои уроки. Как его и учили, он проводил большую работу. Но по мере того, как росла его слава, росло также его нетерпение получить более значительные бои. Достигнутые им результаты были для него уже слишком знакомы. Он сражался как зрелый ветеран, никогда не опасаясь соперника, тщательно выбирая удары. Он мог менять их, менять комбинации, а затем выбирать цель. И тогда он настигал. И если они совершали ошибку и вставали, чтобы снова принять на себя несколько ударов, он бил серию в голову. Собранный, быстрый и невероятно мощный. Он отточил свой удар, нокдаун, до блеска. Его уверенность росла. После уроков Гасса, Майк заработал уважение публике и уважение своих соперников. На ринге он победил свой страх. Но перед ним стоял еще больший вызов. И ему надо было принять его. Одному. 4 ноября 1985 года, три дня спустя после того, как Майк Тайсон уложил 11-го соперника подряд в своем амплуа профессионала, Гасс Дамата умер от воспаления легких. Но хоть учитель и ушел, его голос продолжал звучать в спортзале, который он называл «Мой дом». Твое сознание не проснулось. Что-то тебя отвлекает. Помни, это суть бокса. Учитель передал своему ученику свои мысли и свой опыт, чтобы пустить его в собственное плавание. Его инструментами были слова. Слова, которые живы до сих пор. Он говорил мне, знаешь, какая разница между трусом и героем? У них обоих одинаковые чувства. То, что они делают, отличает их друг от друга. Другими словами, герой боится не больше и не меньше труса. Только трус убегает, а герой, который боится, но у него есть дисциплина, и он заставляет себя сделать то, что надо. То, что он делает, превращает его в героя, а то, что другой не делает, превращает его в труса. Такая философия создавала скорее волю, нежели способность. И в случае с Майком Тайсоном она возымела успех. Она развела в Майке сердце чемпиона. Сердце, которое имело также и другие чувства. Знаешь, это было действительно трудно, потому что мне его безумно не хватало. Но и до этого, когда еще был газ, я был такой же, но держал все это в себе. Поэтому были, были какие-то вещи, которые я ему говорил, то, что крутилось у меня в голове. Но теперь, если что-то у меня крутится в голове, я ни с кем об этом не говорю. Если бы еще был газ, он бы мне что-то сказал, он бы объяснил мне, что я делаю, спокойным голосом. Да, не бойся, все будет хорошо. Или ты не должен бояться, нет возможности, чтобы ты проиграл. Ты снова должен победить. Нацеленный на то, чтобы не придать память своего любимого учителя, Майк вернулся на ринг. И немедленно пустился в соревнования за титул чемпиона мира в максимальном весе. Желание победы взорвалось и превратилось в потрясающие удары. Он ускорял ритм и с низкоопущенной головой шел навстречу каждому новому вызову, быстро поднимаясь к классификации боксеров максимального веса, нанося невиданные удары. В течение последних 10 месяцев, 1985 года, первый год своих выступлений как профессионала, Майк Тайсон уложил всех своих 15 соперников. И в новом году победы продолжались. Даже тогда, когда матчи затягивались на несчетное количество раундов, Тайсону всегда удавалось придумать невероятную комбинацию ударов. Теперь, когда он подошел к поворотному пункту своей карьеры, не было причин бояться. Тайсон был готов как надо. Его новые менеджеры заложили в основу принципа Гаса Дамата, прокручивая уроки великих чемпионов прошлого из своей большой видеотеки. Так, Джим Джекобс и его партнер развивали прогресс Майка. Наша самая большая ответственность в этом году заключалась в том, чтобы выбрать соперников для Майка. Нет ничего важнее, чем то, каких соперников ты выберешь для боксера. Стратегия заключалась в том, чтобы показать дело Тайсона с наилучшей стороны. Мы решили, что когда кто-либо пойдет смотреть бой Тайсона, он должен выйти после и сказать, когда я смогу его снова увидеть. Мы решили, что настало время заняться маркетингом для Майка, и при этом мы использовали никогда раньше не применявшуюся технологию. Мы подготовили видеокассету всех боев Майка и разослали ее с представительским письмом во все спортивные газеты, имеющие наибольший вес, и на все телеканалы. Для Майка Тайсона важность прессы была неоценима, как может засвидетельствовать один из основных комментаторов бокса. Пресса может сыграть важную роль в том смысле, что если знаешь, как использовать прессу, можно определить тип запуска спортсмена, момент этого запуска, каким образом это сделать. Хорошее начало – хорошее дело. Кто угодно может начать, если он готов платить. Идея в том, чтобы так начать, чтобы это начало вернулось с избытком. Все это означало обширные контракты как с телестанциями, так и с HBO. Никогда не существовало боксера, который приобрел бы такую известность за такое короткое время, за всю историю бокса. Тем не менее, объект всего этого внимания Майк часто думал, что почти как голуби, которых он любил выращивать, ему просто хотелось бы улететь. Когда я слышу, что многие хотели бы быть на моем месте, они это говорят только потому, что «Ах, я хочу заработать много денег, хочу разбогатеть». Но думаю, что если бы им пришлось пройти через некоторые вещи, через которые я прошел, я думаю, они бы расплакались. Иногда это так грустно, если подумать. Все всегда готовы. Ты изо всех сил работаешь в спортзале, а другие изо всех сил работают, чтобы попытаться отнять у тебя твои деньги. Я выполняю мою работу на 100%, и ожидаю, что они тоже будут делать свою работу на 100%. Это имело одно заключение. Потерпеть неудачу мы не могли. Следующим шагом должны были стать телекамеры, направленные на толпу болельщиков. Тайсон был агрессивен, но робок, примериваясь к своему сопернику в течение пяти раундов. Стали возникать вопросы о его способностях, пока он не провел один из самых потрясающих апперкотов. Пергюсон с трудом продержался, пока не был дисквалифицирован за то, что слишком часто пытался прижаться к сопернику. Майк Тайсон дал первый большой спектакль для невероятного числа болельщиков. Он стал признанным претендентом на титул на общенациональном уровне. И тут начал с готовностью показывать свои отличительные признаки. Черные трусы и никаких чулок. Теперь ему надо встречаться с лучшими боксерами, опытными бойцами, которые умеют нейтрализовывать его атаку. Тайсон употребил все свои способности, терпеливо дожидаясь своего момента. Но это были боксеры гораздо более крепкие, чем те, к которым он привык. И несмотря на победы, ему было трудно контролировать свою рассеянность. Теперь, когда он поднимался на ринг, он знал, что его соперники уже прочли книгу о Майке Тайсоне. Старайся связывать его движение и не позволяй ему брать инициативу. Веди бой сам. Будь активней. Активней. Грин пытается навязать Тайсону свою манеру боя. И Тайсон пропускает пару хороших ударов митча Грина. Это лучший момент боя для Грина. Смотрите, он умудрился достать Тайсона 4-5 раз. Кажется, Тайсон выглядит озадаченным. Первый раз в своей жизни. Он даже улыбается. Тайсон улыбается. Ему весело. Однажды Тайсон сказал мне в интервью, что хорошо знает анатомию и знает, куда бить. Какой удар слева! Тайсон развлекался, заставляя замолчать своих критиков тем, что продолжал побеждать. Я тебе говорю, что было весело. Я тут просто развлекался. Развлечение продолжалось. Но не для тех, кто решил выступить на ринге против Майка Тайсона. Их судьба была другой. Они входили и выходили очень быстро. Снова вернулся боксер Ураган, способный нокаутировать. Но его критики все еще задавались вопросом, сможет ли Майк Тайсон выстоять против самых сильных тяжеловесов, которые могут получить удар и вернуться, чтобы получить еще. Хосе, кажется, не ожидал от Майка такой прыти. Он даже капу теряет. Тайсон опять берет вверх. А до конца раунда еще так далеко. Вот какой прекрасный удар справа. И следует сильнейшая серия ударов в корпус. Тайсон опять демонстрирует свою прекрасную технику. Он просто великолепен. Какой удар. Хосе падает навзничь. Кажется, положение Рибалты серьезно. Удар был поистине сокрушительным. Вы хотите продолжать бой? Да, хочу. Да, он хочет продолжать бой. Настоящий боец. Еще одним нокаутом в следующей встрече Майк Тайсон закончил все приготовительные уроки. Теперь настал момент стать чемпионом. Я должен был сражаться за звание среди тяжеловесов. Мечта, которая была у меня всю жизнь, начала становиться реальностью. Единственным человеком, кто мог бы ей помешать, был Тревор Бебрик. После победы над Пимплином Томасом, в схватке за звание чемпионов мира по боксу, за 18 месяцев до того, Тревор Бебрик имел намерение сохранить свой пояс. Но у кое-кого были несколько другие намерения. Несмотря на свои внушительные размеры, у чемпиона было преимущество в росте и длине рук. На ринге, тем не менее, размеры определяются по-другому. Для меня это преимущество, что все мои соперники были ростом метр девяносто, два метра, средний рост тяжеловесов. И я чувствовал, что у меня преимущество, потому что я быстро двигаюсь, я очень низкий, и меня очень трудно ударить. И я могу хорошо взять рычаг для удара. Не важно, бью я вверх, прямо, вниз или вбок, я могу взять хороший рычаг. Когда я был маленьким, я все время думал, боже, я совсем карлик, я не вырасту, я никогда никем не стану, я слишком мал для любого вида спорта, я ничего не смогу сделать. Но потом я начал верить в себя, понимаешь? Понимаешь, что я имею в виду? И как сработало, показывает то, до чего он дошел. Главное событие сегодняшнего вечера боксерский поединок за звание чемпиона мира в тяжелом весе. В 20 лет, 4 месяца и 22 дня Майк Тайсон мог при условии победы в этом бою стать самым молодым чемпионом мира среди тяжеловесов, побив рекорд Флойда Паттерсона. Я знаю, что тренер советовал Тайсону быть в этом бою умеренно агрессивным и не вступать в ближний бой. Бербеку же надо сдерживать Тайсона, вести бой в изнуряющем для Тайсона темпе, с тем, чтобы измотать его к концу боя. Гонг извещает начало поединка. Оба боксера начинают бой высоко поднятыми руками. Оба одеты в черные трусы. У Бербека длинные черные гольфы. Тайсон проводит Фукс слева. Бербек пытается держать Тайсона на расстоянии. Он выше, чем Тайсон, и ему это может удастся. Да, да, широкие плечи ему тоже помогают в этой борьбе. Хороший удар справа у Тайсона. Зал ревет. Болельщики в восторге. Не удивлюсь, если в этом шуме боксеры не услышат даже звука гонга. Ничего не слышно. Но до гонга еще целых две минуты. Тайсон бьет справа и дополняет ударом слева. Бербек, который выше, пытается работать апперкотами. Но это ему плохо удается. Мощнейший удар Тайсона справа. Тайсону надо быть выдержанным, иначе его выносливости может не хватить до конца боя. Надо успеть восстанавливать дыхание и набирать темп движения по рингу. Еще один мощнейший удар слева у Тайсона. Даже удары Тайсона звучат иначе, чем у Бербега. Они, очевидно, тяжелее и сильнее. Попытка апперкота со стороны Тайсона. Бербег пытается сдерживать татис Тайсона. Ему это плохо удается. Еще один удар Тайсона слева. И еще удар. И Бербег теряет равновесие. Кажется, удар Тайсона достиг цели. Бербег пытается дотянуть время до конца раунда. Он еле держится на ногах. Это был чрезвычайно успешный раунд для Майка Тайсона. Он не только продемонстрировал быстроту и силу своих ударов, но и сохранил сдержанную агрессивность, о которой мы говорили, и которая ему была нужна для сохранения сил. Тревер Бербег никогда в жизни не получал таких сильных ударов, как в этом бою. Как он ответит на это? У Тайсона есть все для успешного второго раунда. Бербег мог еще не оправиться от тех тяжелейших ударов. А вот еще один мощный удар Тайсона. Бербег не успевает реагировать и защищаться. Он просто теряет контроль над боем. Он теряет равновесие. Это были сокрушительнейшие удары. Бербег, кажется, так и не смог прийти в себя. Да, кажется, Бербег так и не может в себя прийти. Очень тяжело дается ему этот бой. Очень тяжело. Тысячи людей наблюдают этот бой в зале и миллионы на экранах телевизоров. Их сердца бьются сейчас так, что готовы выпрыгнуть из грудных клеток. Что будет дальше? Что будет дальше? Тайсон проводит сильнейшую серию ударов. И Бербег, кажется, не может, просто не может сопротивляться ему. А Тайсон, кажется, не оставляет ему никаких шансов на победу. Оба соперника чрезвычайно опытные и хорошо знают друг друга. Бербег связывает Майка Тайсона, повисая на нем. Еще один мощнейший удар Тайсона справа. И Бербег опять в опасности. Это, кажется, конец боя. Да, это конец. Кажется, бой на этом и закончится. Да, бой окончен. Так началась новая эра в боксе. Давайте посмотрим на повтор финала этого боя. Тайсон провел мощнейший удар в челюсть противника. Бербег никогда в жизни не получал удара такой силой. Сокрушительный удар. И очень быстрый. И вы видите, что Бербег просто не в состоянии продолжать бой после такого удара. Майк Тайсон сделал то, что он делал всегда. Он дрался. И дрался с большой буквы. И его знак был записан в историю бокса. Тайсон стал самым молодым тяжеловесом в истории, которого назвали чемпионом. После заслуженного отдыха новый чемпион бросился в следующий этап, чтобы объединить с собой звание чемпионов среди тяжеловесов. На этот раз соперником был Костолон Смит, чемпион WVA. Первый хороший удар Смита справа и прямой слева. Смит имеет очень сильные удары обеих рук. Какой удар! А это не удар. Майк просто уворачивался и потерял равновесие. Он встал с пола и готов к бою. Он показывает Смиту всем своим видом, что он просто поскользнулся, а не упал от удара. Он не устал. А ты думаешь, он не устал? Ты сильнее, это же видно. Тайсон использует все свои приемы для проведения хорошего удара. Отличный удар Смита справа. Удар следует за ударом. Хорошая серия ударов. Это лучшая серия ударов за этот поединок. Удар, еще удар. И Гонг извещает о конце раунда. Тайсон выигрывает бой, по мнению судей. Благодаря этой победе, Тайсон приобрел второе звание среди тяжеловесов. Пинклен Томас, у которого когда-то был чемпионский титул, стал следующим, кто попробовал сбросить с престола нового короля бокса. Но против этого человека его главной проблемой станет проблема выживания. Томас решительно настроен выиграть этот бой. Решимость просто необходима любому боксеру при встрече с Тайсоном на ринге. Тайсон проводит первый удар справа. Он намного более агрессивен сейчас, чем во время боя со Смитом. А вот Томас ведет себя точно так же, как Смит. Он понимает, что с Тайсоном надо быть осторожным. В серии ударов Томас ведет себя неплохо. Правда, его ошибка в том, что он не двигается по рингу. Тем самым он отдает инициативу Майку Тайсону. Удары Томаса не сильны, и у них неправильный угол. Тайсон очень опытен. Если он проводит удар, то делает это точно и сильно. Тайсон не проводит один или два удара. Он выстреливает их целыми сериями. Он хитрее Томаса и легко предугадывает его движение, выходя из каждого эпизода победителем. Томас же отличный боксер. Просто уровень Тайсона намного выше. Он неординарен, непредсказуем. Он всегда неожиданен для противника. В этом его сила. Томас теряет контроль. Он ведет себя уже не так уверенно, как в начале раунда. Похоже, он потерял равновесие. До конца раунда 50 секунд. Еще один апперкот Тайсона. И сокрушающий удар. Слева, точно в челюсть. Томас уже не реагирует на удары. Еще 30 секунд до конца раунда. Тайсон свежий, быстрый. Как он движется по рингу. Он быстрый, как молния. Этот поединок совсем непрост для Томаса. Он уже изнурен, едва реагирует на удары. Плохо перемещается по рингу. Да, он устал. И это видно. Теперь Тайсон связывает Томаса. Что для него нетипично. Видно, и Тайсон уже устал. Думаю, что сейчас Майк Тайсон должен нанести свой решительный удар. Томас продержался еще один раунд. Внимание, внимание, еще раз внимание, будь точен. Не пропускай его ударов. Что-то произошло с перчаткой Томаса. Помните, как разорвалась перчатка Мухаммеда Али, когда он дрался с Генри Купером? Или Томас просто тянет время? Но ведь и Тайсону нужна передышка. Отдых в такой момент может осложнить положение Томаса. Может быть, это неправильный тактический ход. Бой покажет. И левый мощнейший удар в голову Томаса. Сильнейший удар справа. Томас в опасности. Кажется, Тайсон уже добил его. Томас уже на полу ринга. Шесть, семь, восемь, девять. Бой окончен. Томас не дотянул до конца раунда. Сейчас вы видите повтор одного из драматических моментов боя, когда Томас, кажется, зажал Тайсона в углу, лишив его маневра. Ну вот, чем это обернулось для Томаса. Эта убедительная победа завершила продолжавшуюся 18 месяцев серию, которая определила однозначно боксера номер один в мире среди тяжеловесов. В последней встрече Тони Тайкер поставил на кон свою корону IBF против титулов Тайсона WBA и WBC. Тайкер пытается измотать Тайсона, быстро перемещаясь по рингу, но хватит ли у него на это сил? Тайкер проводит отличный удар справа. Это, пожалуй, самый сильный удар, который когда-либо обрушивался над Тайсона. Тайкер очень силен, и он намного выше Тайсона, что является явным преимуществом. Тайкер очень известный боксер, который практически не знает поражений. Последний раз он ушел с ринга, побежденным в 1978 году. Для Тайсона это крепкий орешек. У Тайкера очень сильные апперкоты, чем славится и сам Тайсон. Это был один из тех редких случаев, когда Майк Тайсон был остановлен ударом. Обмен серия несильных ударов. Еще. Это был очень хороший удар. Еще удар. Это был очень хороший первый раунд для обоих боксеров, но особенно для Тайкера. Хороший удар слева, и громко останавливает атаку Майка Тайсона. Этот раунд закончился преимуществом Тони Тайкера. Не пропускай удары в корпус. Больше внимания обороне. Ищи дыры в его обороне и проводи серию ударов в корпус. Будь активнее, решительнее, решительнее. Повторы этого эпизода покажет нам один из интереснейших моментов боя. Удары Тайкера выводят Тайсона из равновесия, и мы видите речащий случай, когда Тайсон был вынужден отступить, отпрыгнув назад всем корпусом. Еще один хороший удар Тайкера справа. Тайсон отвечает. Тони Тайкер ведет бой просто отлично, используя все преимущества своего роста и длинные руки. Какой тяжелый бой для обоих боксеров. Тайсон идет в атаку. Тайкер встречает его с сильными прямыми ударами. Тайсон зажимает его в угол. Рефер разнимает и гонг. Тайсон должен осознавать, что этот бой самый трудный во всей его карьере. Отвечая на его удары с сериями, ясно? Веди бой на дистанции, не подпускай его. Но в ходе раундов атака ослабла, и снова настал момент Майка Тайсона. Хороший удар слева. Тайкер показывает судье, что он в порядке и не хочет остановки боя. Тайсон хорошо завершает раунд, набирая очки точными ударами. Отличное окончание боя. Великолепно. Тайсон выигрывает поединок по решению судей. Теперь Майк Тайсон мог красоваться в трех поясах чемпиона. Первый неоспоримый чемпион, тяжеловес, со времен Леона Спинкса, лучше, чем Мохаммед Али. Но Террил Биггс был тем человеком, который, по мнению многих, мог отнять корону у чемпиона. Сейчас Майк Тайсон должен доказать, сможет ли он победить умного боксера тактика, который знаменит своей изысканной техникой ведения боя. Этот поединок собрал рекордное количество зрителей. В зале много болельщиков Тайсона, и они ждут только победы от своего кумира. Это будет нелегко, ведь противник Тайсона не только силен, но и умен. Биггс легко двигается по рингу, меняя углы и делая атаки Тайсона все более трудными. Он неплохо атакует. Тайсон как-то признался, что он заметил закономерность в ведении боя у Биггса. Тот отклоняет корпус вправо перед нанесением удара. Поможет ли это знание Тайсону в этом бою? Биггс работает на расстоянии, легко отскакивая от Тайсона. Видите, отличный удар. Еще один удар. Биггс великолепен. Он грациозен и красив. Похоже, что левый глаз Биггса серьезно поврежден. И еще один хороший удар Тайсона слева. Держи его на расстоянии. Ты пока ведешь по очкам, доставая ударами в челюсть. 5-1, 6-5, 2-1. Подбородок его слабое место. Эти числа, которые используют тренеры в кратких инструктажах, боксерам говорят им очень многое. Они означают точки нанесения ударов. Тайсон использует другую комбинацию чисел для инструктажа. Теперь посмотрим, как Биггс следует советам тренера держать Тайсона на расстоянии. Похоже, у него это не получается. Ноги Биггса не так быстры, как в начале поединка. Какой сокрушительный удар слева! 4, 5, 6, 7, 8, 9. Как ты себя чувствуешь? Нормально? Да? Все потеряно для Биггса. Его тактика, его ноги и прыжки. Все это уже не действует. За 10 секунд до конца раунда он падает снова от удара слева. Вот повтор заключительного момента боя. Майк Тайсон вновь оказывается на высоте и выходит победителем. Казалось, что ни один нормальный человек не может быть Майком Тайсоном. Но следующий вызов восстал против этой легенды. После той великой встречи появился новый вызов. Ларри Холмс, который был чемпионом в течение 7,5 лет и которого потом побил Спайкс. А теперь пришла моя очередь. Моя эра. Для встречи с этим противником Майк Тайсон сохранил тот же план и те же программы, которые дали такие хорошие результаты. План, для выполнения которого требовалось большое самопожертвование. Не то, чтобы мне нравилось идти тренироваться в 4.30 утра, но я думаю, что должен это делать. Причина, по которой я тренируюсь так рано, от того, что я думаю, что другие этого не делают. И это, я верю, дает мне еще немного преимущества над ними. Потому что в боксе самая трудная часть это тренировка. Веришь или нет, легкая часть в боксе это бой. Чтобы одержать победу, он знает, что должен повторять те шаги, которые он уже повторял много-много раз до этого. По крайней мере, за месяц перед боем, все, о чем я думаю, это тренировка. Только тренировка. Я развлекаюсь, даже если иногда это становится немного скучно. Потому что это ужасно однообразно. То же самое повторяется опять и опять. То же самое. Эксклюзивные методы Кевина Рунея привели к прекрасным результатам на ринге. Одна из по-прежнему больших проблем, это научить боксера двигать головой. Приучить его правильно двигать головой. Мы используем систему цифр. Каждый тип удара называется определенной цифрой. Например, 9, 10, 11. Понимаешь? Корпус, корпус, голова. Когда Кевин кричит цифры 4, 5, 6, я точно знаю, что это такое. Мне не надо думать, что это означает. Но иногда трудно держать боксера в отдалении от его разума. Даже если центр тренировки это вопрос эмоций, я пытаюсь не думать о боях. Когда я тренируюсь, я вижу бой во сне. И это всегда страшный сон. Я говорю, о боже, а что мне теперь делать? А потом я просыпаюсь и просыпаюсь с мыслями о поражении. И от этого очень страшно. Тайсон вышел на ринг против Ларри Холмса. Он не боялся. Он был рассержен. Рассержен на своего соперника, который вульгарно атаковал его на страницах печати. Я войду в историю, а не Майк Тайсон. Он не войдет в историю. Даже если он победит в этой встрече, постепенно он опустится. Он разрушит сам себя. Майк Тайсон в любом случае провел пресс-конференцию по-своему. На ринге. После этой пресс-конференции Майк Тайсон просто стал злее. Его принцип – глаз за глаз, удар за удар. И свои удары он наносит только на ринге. Майк Тайсон не проводит долгих бесед, убеждая в своей силе. И сейчас вместо слов убеждения он намерен сбить Холмса с ног. Холмс пытается использовать преимущество своего роста и длинных рук. Он не подпускает Майка Тайсона, связывая его движение. Майк Тайсон танцует вокруг Холмса. Наносит ему жалящие удары. Холмс бережет силы для долгого боя. Он хочет измотать Тайсона и продержаться до конца. Как бы проверяет расстояние до головы Тайсона, вытянутой рукой. А Тайсон обнимает Холмса, как бы руками, измеряя размеры его тела. Бой принимает затяжной характер, что расстраивает Майка Тайсона. Идет обмен ударами. Силы боксеров пока равны. Рефери разводит боксеров. Его решение справедливо, ведь бокс – это не борьба. Отличный удар справа, и Гонг останавливает бой на перерыв. Не давай ему подныривать, не давай ему приблизиться. Атакуй на дистанции. Немного воды. Говорят, что хорошему боксеру, чтобы победить, достаточно собраться для одного хорошего удара. Надо только выждать момент. Какой момент! Холмс опускает руки и дразнит Тайсона, отступая от него. Как меняется настроение болельщика в зале, кажется, один гигант следит за боем. Так все едины в своих эмоциях. Такой же гул стоял в Лас-Вегасе несколько месяцев назад. Отличный бой! Холмс демонстрирует свои лучшие бойцовские качества, нанося удар за ударом. Да, посмотрите, как идет этот бой. Оба боксера уже устали, и рефери опять разнимает их. Майк Тайсон опять наскакивает на Холмса. Атакует, и рефери опять разнимает боксеров. Брейк в стороны, в стороны. Команда бокс. Какой удар слева. Опять разнимает. Команда бокс. Какой удар справа, и Холмс на полу. Холмс встает, и опять готов к бою. Какой характер, настоящий боксер. Опять удар, и Тони на полу. Он что, собирается продолжать этот бой? Он был в локдауне два раза меньше, чем за полминуты. А ведь ему надо продержаться до конца раунда. Всю волю в кулак и держаться. 40 секунд до конца боя. И он старается держаться. Какие он пропускает удары. Слева, справа. Тайсону нужен только один удар. Всего один. 25 секунд до конца. Кажется, это конец боя. Да, такой удар. Еще один удар. 15 секунд до конца боя. Он зажал его в угол. Какие удары. Все, это победа. Пакел был передан от короля бокса новому королю. Майк Тайсон не отдавал себе отчета, насколько он был знаменит во всем мире, пока не приехал в Японию, чтобы защитить свой титул в бою с Тони Тапсом. Когда он приехал, встреча была потрясающей. На всех языках. Ладно, я хотел бы просто поблагодарить вас за то, что вы меня пригласили в свою страну, и я жду не дождусь показать вам красивое зрелище. Если есть какие-то вопросы, я могу ответить. Никто не говорит по-английски? Его болельщики были повсюду. Глаза всей страны были направлены на этого современного самурая. Майк Тайсон сексуален? Это гигант, символ Соединенных Штатов. Для Тайсона все это было абсолютно новым. Я чувствую себя так, как будто я оторвался от Земли, чтобы полететь на другую планету. У меня никогда не было такого опыта в жизни. Такая масса людей, таких восторженных, которые вокруг меня. Я не думаю, что у меня снова будет подобный опыт. До поездки в другую страну, чтобы сражаться на чемпионате мира. Увидим. Главной целью было войти в сердца японских болельщиков. Целью, которую надо было преодолеть, был Тони Тапс. 111 килограммов. Такая мощная масса должна была сразиться с мускулами Майка Тайсона. Тапс обладает значительным весом, и он примерно одного роста с Майком Тайсоном. Он хорошо держит удары, и Тайсону с ним будет очень нелегко. Тапс хорошо знает манеру боя Тайсона и готов к его тактическим ходам. Боксеры прощупывают друг друга. Идет типичный обмен ударами. Одна минута до конца первого раунда. У Тапса хорошо получается удар слева. Это его коронный удар. Тони пытается разрушить оборону Тайсона, но это не так-то легко сделать. Тайсон постоянно атакует, нанося удар за ударом. Тапс использует преимущество своего веса. Его удары тяжелее, чем у Тайсона. 10 секунд до конца. Удар после гонга, и Тайсон возвращается в свой угол. Я думаю, что это был очень эффективно проведенный раунд со стороны Тайсона. Он показал Тапсу, на что он способен, и продемонстрировал свою решимость выиграть этот бой. Второй раунд. Тренеры боксеров использовали минуту первого для инструктажа, и начался второй раунд. Тайсон кажется более собранным и решительным на фоне расслабленного Тони Тапса. Что-то неуловимо новое появилось в манере ведения боя у Майка Тайсона. Вообще известно, что Тайсон прогрессирует от боя к бою. Он расширяет арсенал приемов и тактических ходов. Сейчас он проводит серию коротких ударов. Это резкие результативные удары, которые достигают цели. Хороший удар у Тапса. Тапс понимает, что ему надо находиться в центре ринга, и ни в коем случае не давать загнать себя в угол. Он это признал в беседе с нами перед боем. Он осознает силу Тайсона и понимает, что может помочь ему в этом поведенке. Такие удары очень опасны. Они сбивают дыхание и очень болезненно. Хороший удар Тапса. Тапс очень осторожен. Он не хочет позволить Тайсону вывести себя из равновесия. Он великолепно использует свой избыточный вес, связывая движение Тайсона. Осталась одна минута до конца второго раунда. Тони Тапс ведет себя очень хорошо. Он контролирует ситуацию, и ярость Тайсона разбивается, а его хладнокровность. Обмен ударами. Отличный удар слева. Отличный удар. Еще удар. Это не очень хорошая идея для Тони Тапса обмениваться с Майком Тайсоном ударами. Здесь он может проиграть. 30 секунд до конца раунда. Что сейчас будет? Кажется, наступает решительный момент боя. И какой удар Тапс теряет равновесие? Сокрушающий удар. Это конец. Конец поединка. Этот человек вытащил себя с нищих улиц городской окраины, чтобы взойти на самую высокую вершину в своем спорте. Это эра Майка Тайсона. Ну вот, надеюсь, что вы развлеклись, взглянув на мое прошлое и на мою карьеру. И поверьте мне, лучшее еще впереди. Редактор субтитров А.Семкин